Какая тачка стоит, ягуар! Как в Дубае! Тачки стоят! Клёвые! Мы уже вышли в совхоз России. Мангал. Куриная грудка 100 грамм, 140 рублей. Люля-кебаб 170. 170 из говядины. Форель на мангале 180 рублей. Луна-ресторан. Дальше будет кафешка Две пальмы. Очень популярная кафешка. Восточная кухня. Тут недорого, дёшево, короче. В том году я тут кушал. Может, вечером прогуляемся вот до этой кафешки? Две пальмы. Ну, вот он, самый центр совхоза России. Парк отдыха и развлечений. Магазинчик вина-кабан. Там дальше тоже кафешка неплохая. Дешёвая столовая армянская. С Юрой тоже мы там зависали иногда. Когда денег не было, кончались, когда денежки, тогда мы ходили там, кушали в этой столовой. По-моему, дюжина называется эта столовка. Дюжина, по-моему, эта столовка называется. Вон и цены все на улице. Дешёвая она. Чё тут, рассольник? 50 рублей всего, рассольник. Офигеть. Так, чё ещё? Перец фаршированный 100 рублей. Гуляш из говядины 120. Поджарка из ленины 110. Плов из птицы 150. Суп грибной 60. Пирожки с капустой 40. Не, нам путешествия не нужны. Мы уже всё облазили и объездили. Мы уже старые. За всю жизнь уже всё проездили. Красные поляны и Сочи. Это ДТП. Ладно, хорошо, ты молодой, я старая. Ладно, всё, договорились. Всё, пошли. Погодка наладилась. Наскопил новый день. Мы решили сходить в кафешку. Три пальмы. Вот совхоз Россия. Погодка уже совсем другая. Погода вообще на юге тоже такая же непредсказуемая, как и на Урале. То заливает, то жара. Сегодня плюс 20 на улице. Я так думаю. Ну, а мы идём в кафешку. В кафешку две пальмы. Это совхоз Россия. Тайский салат с креветками 590. Здрасте. Ну, падай куда-нибудь. Пенсионеры на отдыхе. Почти пенсионеры. Спасибо. Я-то точно почти. Ещё чуть-чуть. И бабушка на пенсии. И будет бабушка лёгкого поведения. Так, чё тут шампанское? Вет 300. Я не помню, какой он говорил. Какого грушевица? Вина Абхазии. Бутылка 1350. Лыхны 1350. В магазине 400. Клажанные рулетики. Я их люблю. Такие. Ассорти копчёных сыров. 400 рублей. Жульен с курицей с грибами. 100 грамм. 250 рублей. Палочки. Нет, палочки. Судака я не хочу. Субтитры делал DimaTorzok А молочные коктейли и банановые коровы это чё? Банановые коровы это чё? А баунти он шоколадный. А такой? Соседый сироп. Давайте коровы. Шашлык из шеи. Чё? Чё? Кая внутри кафешки. Пока никого нет. Поснимаем. Так вот уформили на всё красиво. Тут танцово походу. Ну да. Сцена. Сцена. Ну это улица. Мы ждём. Ждём. Пока с голоду не умираем. Наконец-то Юра Хадыжинская попробует. А у меня банановая корова. Ну так, коктейль, как коктейль. Вкусный. Смотрю, вот и не пойму, что это за ёршики. Ёршики для мытья бутылок. Ещё пампасной травы в Адлере дефицит на юге. Натыкали ёршиков. Прикольно. Хачапури зачёт. Вообще, столько сыра в ней. Вкусняха. Не тянется. Вкусно очень. Классно. Вот наш обед. У меня шашлык из шеи. Хачапури ну половину сразу же почти съели. Очень вкусная. Борщ у тебя что съедобный? Съедобный. Манты тоже, надеюсь, съедобные. Всё. Хинкали. Тьфу. Хинкали. Чё я про манты-то точно? Ну всё. Приятного аппетита. Вкусняшка. Шашлык тоже неплохой. Не пересушенный. Мясо вкусное, сочное. Та лохматая. Я упала, синовала, тормозила головой. Качапурину мы не надоели. Что у нас получилось? Две сто пятьдесят. Всё. Можем две двести, да? На, закрывай. Сею, закрывай. Качапурину с собой. Ну, нормально, вкусно поели, да? Понравилась нам эта пасочка. Прикольная. Две пальмы называются. Красота. Так, надо взять себе на заметку вместо пампасной травы применять ёршики для свадебного оформления. Прямо меня поразила такая идея. Ну, а мы сыты и счастливы. Идём домой. Ну, всё, вкус, послевкусного обеда полагается поспать. Идём гулять дальше. И опять чай. Сколько чая уже набрали. И королевский. Так, да, ещё королевский. И ещё, наверное, сырочек возьмём вот такой вот. 750 рублей. Что? Какой-то магазинчик зашли. Пахлава всякая разная. 100 рублей. Ой, 90 рублей 100 грамм. Какие колбаски? А, видите, чурчхелла-то? Ну, я не знаю, какую им чурчхеллу. Виноград. Вот это виноград же, да? Или чё? Вот это вот. Да, да, это вот вкусная самая. Ну, давай два винограда возьмём. А чём, почём? По 100 рублей? Ну, давай на сегодня ещё возьмём, чурчхелла. А какую возьмём? Большую давай возьмём. А большую какую? Так, две вот эти? Ага. Которые для мыслей? Вот эту. Давай вот эту же с виноградом. Или гранат, да? Нет, гранат мы уже поели. Да. Взяли вот такой чай. И вот такой чай. Вот. Его подписали. А эти две завернули. Да, да, да. Вот, возьми. Или чё? Что, Никита, маленькие? Хватит тебе? Хватит, конечно. Ну, вот. Сулагуни. Раз, два, триста держите. Ну, а мы вышли на улицу Урицкого. Вот магнит. Сейчас прям по этой улице дойдём до нашего Екатерининского квартала. О, сдаются комнаты. Урицкого, 22. Нет, сюда лучше не звонить. Почему? Лучше вы туда идите, где я живу. А тут чё? Да, она заряжается. Ага. А сколько хоть стоит-то? Честно, не помню. Позвоните, Никита зовут. Нормальный парень там, цены не заряжают. До конца мая, если вдвоём будете жить, 24 тысячи. Там как-то говорит. Это сюда лучше не звонить. 24 тысячи на месяц? Да, двоём. Понятно. Ладно, будем знать. Что он? Телефонит? Морской бриз? Да, вы его прошли. Водом. Вы записываете? Давайте телефон. Не, говорите, и у меня записывается. Да, вы его записываете. Ай. Сейчас он ждал. 8,995, 226, 45, 42, Никита зовут. А морской бриз, это что, гостевой дом? Да, да, вот он. А, понятно. Ладно. Спасибо за информацию. По ходу жильё предлагают. Но кто его знает. Приспичит, если поехать сюда. Хотя я сомневаюсь, что мне сюда приспичит. Но так на всякий случай. Мало ли. Урицкого, 26. Урицкого, 28. Машины не ставить. Урицкого, 30. Тоже вот гостевой дом. Большой. Дальше идёт Урицкого, 34. Ну, видимо, ничего тут не сдаётся, потому что никаких телефонов нету. Ну, а вот эти вот шашлычные дворики. А нет, вот шашлычный дворик открылся. Смотри, он открылся, заработал. А эти ещё не работают. Райский уголок тоже закрыт. Ну, всё. Мы выходим на финиш напрямую домой.